Здарова! Сегодня ты узнаешь, как устанавливать моды, шейдеры, карты, текстуры, скины и датапаки. Мне пишут большое количество комментариев с просьбами помочь им разобраться в какой-то проблеме. Они что-то не в ту папку кидают, что-то не так открывают, и, короче, у них ничего не работает. И вот один из примеров такого комментария. Ввиду грамматических и орфографических особенностей данного комментария, я могу понять только то, что у человека не получился шейдер. И, естественно, я помочь никак не могу. И, к сожалению, таких комментариев просто огромное количество. И каждый раз я этим людям отвечаю практически одно и то же, и думаю, чувак, ну ты гуглом что ли не умеешь пользоваться? И я подумал, что было бы неплохо сделать подробное видео, и вместо большого ответа этим людям, буду просто скидывать ссылку на это видео. Но этот гайд не только для таких людей, а также для тех, кто умеет пользоваться интернетом и сможет самостоятельно найти это видео. Меня зовут Тупой Павук, подписывайтесь на канал с колокольчиком, ставьте лайк под это видео и оставляйте комментарий. Поехали! Итак, первая часть это моды. Существует два известных загрузчика модов, это Фордж и Фабрик. Они практически не отличаются по способу установки на них модов. Что ж, рассмотрим установку модов на примере Тлаунчера, потому что подавляющее большинство играет именно через него. Но потом я, конечно же, покажу, как устанавливать моды не на пиратский Майнкрафт. И самым простым способом установки модов является ТЛ Модс. Нажимаете на его иконку, потом слева сверху создаете новую сборку. Главное выбрать версию и назвать эту сборку как-нибудь, чтобы ее можно было отличить. Теперь переходите во вкладку моды и нажимаете кнопку установить. Также можно воспользоваться поиском сверху, но, к сожалению, здесь есть не все моды и автоматический способ установки далеко не всегда подходит. Поэтому нужно прибегнуть к ручному методу установки. Есть такой замечательный сайт Курс Фордж, и я рекомендую устанавливать с него абсолютно все. Находите его у себя в браузере, открываете вкладку с Майнкрафтом, и вот, пожалуйста, весь контент для Майнкрафта у вас как на ладони. Все, что нужно сделать, так это открыть вкладку с модами, воспользоваться поиском и найти интересующий вас мод. Вы попадете на страницу с описанием, и нужно нажать кнопку файлс. И перед вами откроется список всех версий этого мода. А при наведении мышки можно увидеть, какой загрузчик модов он поддерживает. Зная все это, ошибиться и скачать что-то не то будет невозможно. Что ж, вернемся к Т-Лаунчеру. Чтобы вручную установить мод, нажимаете на эту иконку, и открывается корневая папка с Майнкрафтом. И все сборки лежат в папке Versions. Открываете ее, и по названию находите вашу сборку. Но в этой папке будет пусто вплоть до того момента, пока вы не запустите хотя бы один раз эту сборку. После того, как вы это сделали, открываем корневую папку вновь, заходим в свою сборку, и видим, что все появилось. Нас интересует папка mods. Именно сюда и нужно закидывать jar файл с модом. А после этого можно запускать. Но только выберите нужную версию. Она будет называться так же, как вы назвали сборку. Следующий метод не требует создавать никаких сборок. В Т-Лаунчере уже есть предустановленные версии, например, как Forge, Forge Actifine и Fabric. Вы выбираете нужную вам версию. Открываете корневую папку, и на этом, в принципе, все. Здесь должна быть папка mods. Если ее нет, то вы можете ее либо создать, либо хотя бы раз запустить эту версию, и она автоматически сама создастся. Сюда, естественно, нужно закинуть моды, которые вы скачали, например, с Хурс Форджа того же. И все. Можно играть. Дальше я покажу метод, который будет работать не только в Т-Лаунчере, но и в официальном Майнкрафте. Сначала через Forge, его гуглите, заходите на официальный сайт и слева выбираете нужную вам версию. А затем скачиваете либо последнюю версию установщика, либо рекомендованную. Тут на ваше усмотрение, как бы, некоторые моды могут не поддерживать рекомендованную, а поддерживать только последнюю. Как бы все ситуативно. И если вдруг ваша сборка с модами не запускается на рекомендованной версии Форджа, и вам пишут, что у вас какая-то ошибка, то скачивайте последнюю. Короче говоря, смотрим тонну рекламы, пропускаем, начинается загрузка, а по завершении загрузки открываем установщик. Здесь лучше ничего не трогать и просто нажать на кнопку ОК. Как только установка Forge клиента закончится, нажимаем ОК и все закрываем. Дальше нужно открыть корневую папку Майнкрафта. Это можно сделать через Т-Лаунчер, а можно нажать комбинацию клавиш Windows R, написать %updata% ОК и открыть папку .Mайнкрафт. Вот она, корневая папка, здесь уже все видели, здесь нам нужна папка Mods, если ее нет, создаем. И закидываем сюда все моды. Заходим на курс Forge, открываем файлы. У меня версия игры, на которую я поставил Forge 1.18.2, значит мне нужна модификация для той же версии игры. Проверяю для Форджа или для Фабрика эта модификация и спокойно себе скачиваю. Открываю корневую папку Майнкрафта, в этой папке открываю папку Mods, и в эту же папку кидаю мод, то есть jar файл, который я только что скачал, и на этом установка мода закончена. Дальше нужно открыть лаунчер Майнкрафта, и здесь прекрасно видно, что у вас есть установка с Forge, но можно сделать по-своему, можно создать новую установку, в версиях найти ту самую версию Forge, и у вас получится абсолютно то же самое. В Т-лаунчере при выборе версии вы найдете ту же самую версию Forge для той же самой версии игры, ну или опять же вы в Т-лаунчере можете выбрать версию Forge, которую предлагает вам сам Т-лаунчер. И последнее, что я вам покажу сегодня про моды, это то, как устанавливать фабрик. Набираете в поиске фабрик и заходите на первый же сайт, после чего кликаете на эту синюю кнопку, и у вас скачивается установщик. После этого вы открываете установщик, и прямо в нем выбираете версию Майнкрафта, для которой вы хотите установить фабрик клиент, и уже после этого нажимаете кнопку установить. А после завершения установки вам вылезет сообщение о том, что нужно установить фабрик API. Вы на нее нажимаете, и вас перекидывает на тот же курс Forge, на котором вы скачиваете фабрик API для той самой версии, которую вы указывали в установщике. Еще хотелось бы отметить, что если вы выбираете версию фабрик в Т-лаунчере, то фабрик API вам устанавливать не нужно. После его загрузки вы нажимаете Windows Air, переходите в корневую папку Майнкрафта, открываете папку Moz, туда фабрик API закидываете, а после него закидываете все нужные вам моды. А потом уже можно запускать лаунчер Майнкрафта, и у вас уже здесь будет установка с фабрик клиентом. А потом нажимаете кнопку играть, и готово. И вроде как это все, что я хотел бы сказать про моды. Да, получилось очень долго, и все равно это далеко не все, что я мог бы сказать про установку модов, но тем не менее я предоставил вполне достаточной информации для того, чтобы на базовом уровне понимать, как правильно устанавливать моды. Переходим к следующей части. Итак, следующая часть этого видео касается шейдеров. Установка шейдеров это довольно просто, и сейчас я все расскажу и покажу. Итак, я покажу три способа установки шейдеров. Первый способ самый простой, он очень похож на установку модов, нужно в Т-лаунчере создать новую сборку. Как-нибудь ее обзываем и нажимаем кнопку создать. Дальше переходим во вкладку шейдеры, и одной кнопкой можем установить себе любой шейдер. Но в Т-лаунчере есть далеко не все шейдеры, и какие-нибудь не очень популярные в нем могут не оказаться. К тому же, переключая эти ползунки слева, у вас прямо из игры будет доступ только к тому шейдеру, который вы здесь включили. Это, я считаю, какая-то фигня. Но чуть-чуть позднее я покажу, как это исправить. Плюс, как вы могли заметить, во вкладке моды автоматически установился Optifine. Имейте всегда в виду, что играя на 4G, вам в любом случае понадобится мод Optifine для того, чтобы играть с шейдерами. Плюс, немного позднее я покажу, как установить Optifine вручную. Когда вы запустили игру, нужно открыть настройки, настройки графики и шейдеры. Здесь у вас будет список всех шейдеров, которые лежат в папке Майнкрафта. Но чтобы не переключать постоянно те ползунки, и вдруг, если у вас не окажется в Т-лаунчере нужного вам шейдера, вы нажимаете на кнопку «Папка с шейдерами» и перекидываете сюда шейдер, который скачали с интернета. И учтите, что шейдер — это всегда zip-файл, и его не нужно открывать. И как мы видим, в Майнкрафте появился этот шейдер. Кстати говоря, это очень круто, Майнкрафт перезапускать при этом не нужно. Следующий способ опять для Т-лаунчера, и он не требует создания сборки. Все, что нужно, это выбрать версию Forge Optifine, рядом с которой будет написана версия игры, для которой вам надо установить шейдеры. Дальше мы заходим на курс Forge в Майнкрафт и выбираем вкладку «Кастомизейшн». Здесь будет список шейдеров. Можно, например, воспользоваться поиском для того, чтобы найти нужный. После того, как вы выбрали нужный шейдер, вы его открываете, потом заходите во вкладку с файлами и скачиваете нужную вам версию. Естественно, версия шейдера и версия игры должны совпадать. Как только вы скачали шейдер, заходите в Т-лаунчеры и открываете корневую папку Майнкрафта через эту кнопку. Затем выбираете папку «Шейдер Пак» и сюда переносите скачанный только что шейдер. Все, на этом установка закончена, можно запускать игру. Заходим в Майнкрафт, проверяем и действительно шейдер установлен. Все. Но что делать, если в Т-лаунчере вы выбрали просто Forge Клиент? Или вы играете через официальные лаунчеры и хотите установить себе шейдеры? Здесь все абсолютно одинаково и все, что вам нужно, это зайти на официальный сайт Аптифайна, скачать отсюда нужную вам версию и закинуть ее в папку «Модс». Опять же, Аптифайн — это мод, а я уже рассказывал, как устанавливать моды. А шейдеры, как и в предыдущем способе, вы просто закидываете в папку «Шейдер Пакс». Ну, я не знаю, какие еще могут тут возникнуть проблемы, потому что я уже все показал. Поэтому для Forge эту часть я пропущу. Дальше будет «Фабрик». С «Фабриком» чуточку сложнее. С «Фабриком» что в Т-лаунчере, что в официальном лаунчере установка одинаковая. Предположим, что я уже скачал «Фабрик» для официального лаунчера, а в Т-лаунчере выбрал версию «Фабрик». Дальше нужно скачать два мода — «Оптифайн» и «Оптифабрик». Потому что «Оптифайн» на «Фабрике» без вспомогательного мода почему-то не работает. Итак, «Оптифайн» ищется по обычному запросу в Гугле. Заходите на первый же сайт, это официальный сайт, выбираете вкладку «Даунлодс», нажимаете «Показать все версии» и ищите нужную вам версию. В моем случае это 1.18.2, значит я скачиваю для него. Естественно, нужно просмотреть тонну рекламы, подождать целых 5 секунд, после чего пропустить. И после этого у меня откроется страница загрузки. Нажимаю последний раз эту кнопку. Все. «Оптифайн» у меня скачен. Дальше я буду гуглить «Оптифабрик». Опять делаем запрос в Гугле «Оптифабрик». Первый же сайт, это мой любимый курс «Фордж». Замечательно. Открываю вкладку «Файлс» и выбираю 1.18.2. Скачиваю. И все. На этом, в принципе, загрузка всех модов, нужных для установки шейдеров на «Фабрик» закончена. Дальше мы открываем корневую папку «Майнкрафта». Я рассказываю, как это делать, даже несколькими способами. В папку «Модс» закидываем «Оптифайн» и «Оптифабрик». По факту это происходит установка модов сейчас. Дальше в корневой папке открываем папку «Шейдер Пакс» и закидываем сюда нужные шейдеры. Как скачивать шейдеры и как переносить их в эту папку я уже показывал, поэтому не вижу смысла делать это заново. И можно запускать игру. Но я могу кое-что еще добавить. Для «Фабрика» есть альтернатива «Оптифайну», который даже лучше, чем «Оптифайн». Это мод «Айрис». И к нему можно скачать мод «Содиум», и в таком случае у вас будет даже больше FPS с шейдерами, чем при «Оптифайне». Поэтому, если вы более-менее прошарены в этом деле, то лучше пользуйтесь ими вместо «Оптифайна». И, наконец, третий способ, он самый легкий. В Т-лаунчере можно выбрать версию просто «Оптифайн». Никакой не «Фордж Оптифайн», не «Фабрик», просто «Оптифайн» и запустить. А можно скачать «Оптифайн» с официального сайта и просто его запустить. Это и установщик, и мод одновременно. Просто балдеж. Нажимаете кнопочку «Инсталл» и все готово. Запускаете лаунчер «Майнкрафта» официальный. И вот, пожалуйста, у вас есть клиент «Оптифайна». И все замечательно, круто, классно. Но такой способ не подразумевает игру с модами. Вам остается только лишь установить сюда шейдеры и нажать кнопочку «Играть». А как устанавливать шейдеры я показал в первом способе. И таким вот плавным образом мы подбираемся к картам. Вообще, установка карт – это самое простое. Поэтому я уделю ей меньше времени, но расскажу абсолютно все. Итак, по канону жанра начинаем с Т-лаунчера. Заходим в Тейл Модс, создаем новую сборку, выбираем версию игры, на которой вы хотите играть, и называете как-нибудь эту сборку. После чего нажимаете кнопку «Создать» и переходите во вкладку «Карты». Здесь будут все популярные карты. Если вы себе какую-то присмотрели, нажимаете «Установить». И она появится в списке миров в одиночной игре. После этого можно спокойно нажимать кнопку «Играть». И когда Майнкрафт запустился, в одиночной игре появились все эти миры, все карты, которые вы установили. Но, предположим, вы не нашли в Т-лаунчере нужную карту, или хотите скачать какую-то свою из интернета. Скорее всего, у вас скачается zip-архив, в котором будет лежать папка. Обязательно нужно проверить, чтобы в этой папке были именно эти файлы, потому что в любой папке с миром должны лежать эти файлы, чтобы Майнкрафт его видел. После того, как вы узнали, что нужно переносить по этой кнопке, открываете корневую папку Майнкрафта и ищите папку «Versions», потому что именно в этой папке хранятся все сборки из TL-модс. Открываете ту самую сборку, которую вы создали, и открываете папку «Saves». Здесь уже будут лежать те самые карты, которые вы установили через Т-лаунчер. После этого вы переносите установленную вами карту в эту папку, и можно запускать игру. Запускаем сборку и видим в одиночной игре ту самую карту, которую мы установили. Окей, идем дальше. Предположим, вы играете через официальный лаунчер Майнкрафт, или выбрали обычную версию игры в Т-лаунчере. В таком случае открываем просто корневую папку «Майнкрафт» и открываем папку «Saves». У меня здесь лежат какие-то миры, возможно, я когда-то запускал эту версию и что-то создавал, но факт остается фактом, сюда просто нужно перекинуть эту самую папку из zip-архива. И вот, когда мы запустили Майнкрафт через Т-лаунчер, у нас оказались те самые два мира, которые были в той папке, и установленная нами карта. Дальше запускаем Майнкрафт через официальный лаунчер, он тоже берет всю информацию о Майнкрафте из той самой папки «Точка Майнкрафт», а информацию о мирах — из папки «Saves». И вот, когда игра запустилась, мы видим ровно то же самое. Итак, следующая часть этого ролика касается установки текстур. Некоторые текстуры требуют установки Optifine, некоторые текстуры не требуют. Но я вам рекомендую на всякий случай всегда играть с Optifine. Как установить Optifine я показывал в части с шейдерами. Итак, как обычно, сначала покажу через сборки в Т-лаунчере. Заходим в ТЛ Модс, создаем новую сборку. Называем ее как-нибудь и выбираем версию игры. Далее нажимаем кнопку «Создать». После этого переходим во вкладку «Ресурс паки». И здесь можно будет установить то, что вы хотите. Даже можно воспользоваться поиском и найти то, что вам нужно. Когда вы запустите игру, нажимаете «Настройки», «Наборы ресурсов». И здесь у вас появятся все установленные вами ресурс паки. Нужно только нажать на стрелочку, чтобы его выбрать. Но предположим, что здесь не оказалось нужного ресурс пака. В таком случае, как обычно, заходим на курс «Фордж». Открываем «Майнкрафт» и переходим во вкладку «Ресурс пакс». Здесь либо так, либо через поиск находим нужный вам ресурс пак. Открываете вкладку «Файлс». И так как при создании сборки я указывал версию 1.18.2, навожу мышку и ищу эту самую версию. То есть все, можно скачивать. Открываю «Т-лаунчер», открываю корневую папку Майнкрафта через эту кнопку. Открываю папку «Вершенс» и ищу свою сборку. Здесь нахожу папку «Ресурс пакс». И здесь у меня уже лежат все установленные ресурс паки. Кстати, обратите внимание, что ресурс пак – это всегда zip-файл. Ну и, конечно, сюда нужно перенести установленный только что с курс «Форджа» ресурс пак. Когда мы запустим эту сборку в наборах ресурсов, помимо тех ресурс паков, которые мы установили, через «Т-лаунчер» будет лежать только что скачанный с курс «Форджа» ресурс пак. Следующий метод подойдет как для «Т-лаунчера», так и для официального лаунчера. Допустим, вы не хотите в «Т-лаунчере» создавать сборку, а выбираете версию «Фордж Аптифайн», ну или «Фабрик». Только учтите, что для «Фабрика» придется установить Аптифайн самостоятельно. А как это сделать, я уже показывал в части с шейдерами. Двигаемся дальше. Короче говоря, открываете корневую папку Майнкрафта по этой кнопке и находите здесь папку «Ресурс пакс». И сюда закидываем zip-архив с ресурс паком, который только что установили. Запускаем Майнкрафт через «Т-лаунчер», в «Т-лаунчере» у меня была версия «Фордж», открываем набор ресурсов и видим, что у нас появился этот ресурс пак. Кстати говоря, тут даже в его описании написано, что для него нужен Аптифайн. Теперь запущу через официальный лаунчер «Майнкрафт», будет то же самое. Даже если я сейчас запускаю «Фабрик» клиент, все равно у меня откроется тот же самый набор ресурсов. Итак, следующая часть — это скины. Скины устанавливаются очень просто, будь то «Т-лаунчер» или «Официальный лаунчер», так что здесь, я думаю, справится любой. Что ж, как обычно показываю через «Т-лаунчер». Для начала вам нужно скачать скин. Учтите, что скин — это всегда PNG-картинка. Дальше вам нужно зайти на официальный сайт «Т-лаунчера» и либо создать здесь аккаунт, либо зайти в уже имеющийся. Как только вы это сделали, нажимаем на свой никнейм и у нас открывается личный кабинет. Здесь вы видите свой скин. Нажимаем на кнопку «Загрузить скин» и выбираем ту самую PNG-картинку, которую скачали. У нас появляется скин, который мы только что сюда загрузили. Дальше нужно открыть «Т-лаунчер», обязательно поставить галочку на «Аккаунты» и нажать на кнопку «Настроить аккаунты». Здесь обязательно добавляем новый аккаунт и выбираем авторизацию на «Т-лаунчере». В поле «Логин» вводим свою почту, которую указывали при регистрации, а в поле «Пароль» вводим пароль и нажимаем «Сохранить аккаунт». После этого выходим отсюда и выбираем версию игры. Учтите, что у вас обязательно должна быть нарисована эта голубая табличка «Т-Эл» слева от версии. Она обозначает версии, на которых будет видно ваш скин. И как только вы зайдете в игру, вы сможете наслаждаться плодами своей работы. С официальным лаунчером все вообще да нельзя просто. Вы открываете вкладку «Скины», нажимаете плюсик «Новый скин», выбираете модель персонажа, далее нажимаете «Обзор», выбираете эту ПНГ-картинку со скином. И вот он здесь у вас красивый появился. Его можно как-нибудь обозвать и нажать «Сохранить и применить». Последняя часть этого видео «Датапаки». Заходите в одиночную игру и создаете новый мир. Нажимаете «Наборы данных», открываете папку с наборами по этой кнопке и перетаскиваете сюда zip-архив. В zip-архиве должна быть обязательно папка «Дата» и файл «Пак.mc.meta». После этого мы открываем «Майнкрафт», видим у нас появился «Датапак». По этой стрелочке его переносим вправо и нажимаем «Готово». Все, можно создавать новый мир. Но что делать, если вы хотите установить «Датапак» в уже имеющийся мир? Вы его выделяете, нажимаете «Настроить» и открываете папку «Мира» через вот эту вот кнопку. В открывшейся папке ищем папку «Датапакс». В эту папку переносим zip-архив с «Датапаком». Открываем «Майнкрафт», нажимаем «Сохранить» и заходим в этот мир. После того, как вы зайдете в мир, нужно будет в чате ввести команду «Релоад», чтобы «Датапак» заработал. А после этого можете наслаждаться игрой. Короче, на этом у меня все. Надеюсь, не найдется ни одного комментария, в котором написано, что у него что-то не получилось. Я тебя найду! И на этой доброй позитивной ноте я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем пока!